Сейчас новости районов. Вышневолодскому краеведческому музею исполнилось 87. В честь знаменательного события в музее состоялись выставки работ местных художников. Наши коллеги из ТРК Вышневолодское телевидение подготовили репортаж. Музей краеведения открыт в Вышневолочке 7 ноября 1932 года. Его коллекция отражает различные стороны развития района. В праздничный день здесь открылась выставка работ Оксаны Рогозиной, заведующая отделением школы искусства имени Кусевицкого. Оксана представила полотна в различной технике. Акварель, живопись пластилином, аппликации из рваной бумаги и гвоздь программы художественная резьба по бумаге. Сама выставка получила название «Кружева». Найти время для работы непросто. Некоторые картины создавались месяцами. Для того, чтобы написать все полотна, представленные на выставке, понадобилось 4 года. Начинала, кстати, с канцелярских ножей, потому что скальпель появился буквально у меня совсем недавно. На последние 2 года. А так, вот эти вот работы, там вот уже. В общем, первые работы, которые 15-16 год, все сделаны обычным канцелярским ножом. Вот эту работу я делала у рыбками 2 месяца делала. Эту делала месяца 3, наверное. Ну, такие мелкие работы. Казалось бы, маленькие, но тоже достаточно времени уходит, потому что детали мельче, естественно, сложнее работать. Ну, где-то от месяца и более. Оксана Рогозина родилась в городе Сыктывкар, Республика Коми. Там же окончила профессиональное училище по специальности художник-росписи по дереву, художник-оформитель. Несколько лет работала художником-постановщиком и учителем изо у себя на родине. В 2001 году переехала в Вышний Волочок, а с 2007 года стала заведующей художественным отделением детской школы искусств имени Кусевицкого. С тех пор Оксана Рогозина выпустила не один класс. Более 30 ее учеников продолжили заниматься творчеством и стали профессиональными художниками. На протяжении последних лет ученики класса Оксана Вячеслава вступают в высшие учебные заведения по профилю, очень серьезные учебные заведения, которые не каждый областной город посылает детей своих. И в Москву, и в Санкт-Петербург. Среднепрофессиональные учебные заведения. То есть это, во-первых, надо подготовить там детей, чтобы они смогли выдержать испытания и поступить на бюджетные места. И, во-вторых, им надо привести любовь к этому виду искусства, потому что они планируются связать всю жизнь. Полотна с персональной выставки Оксаны Рогозиной будут выставлены до 15 декабря в Вашневолодском краеведческом музее.